1 октября 1992 года был впервые объявлен ООН Международным Днем Пожилых Людей, Днем Гуманности и Духовности по отношению к людям, достигшим преклонного возраста. На празднике, организованном в честь Дня Пожилых Людей в городском Доме культуры, наши корреспонденты Надежда Неткачева и Александр Косицын убедились, что возраст не помеха интересной, насыщенной жизни. Пожилые люди – это наша гордость, наше дорогое достояние. В своё время они работали на пользу своей родины, во имя детей и внуков, оставив в наследство богатый жизненный опыт и мудрость поколений. Теперь, дожив до зрелого возраста, с особой благодарностью принимают слова поздравления в День пожилого человека. Встречу открыл глава Славинского района Роман Синеговский. Он поздравил всех гостей с праздником и отметил, что в районе уделяется большое внимание проблемам пожилых людей, ведь они по праву достойны уважения и почитания. Меня спрашивают, в чём секрет Славинского района. Я всегда говорю в том, что у нас есть корни, в том, что у нас есть традиции, в том, что мы любим друг друга, уважаем друг друга. Это всё благодаря тому, что у нас есть вы. Я всей души вас поздравляю. В этот день в зале царила тёплая и душевная атмосфера. Звучали стихи, кубанские песни. Гости праздника вместе пели и просто отдыхали душой. Приятным сюрпризом стало выступление артистов Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Татьяна Ситникова пришла на концерт вместе со своими коллегами по работе. Для неё День пожилого человека – прекрасный повод пообщаться и вспомнить былые времена. Для нас такой праздник важный. Раз в год старичкам прийти, пенсионерам развеяться, концерт посмотреть. Я люблю концерты смотреть. Хожу на эти праздники с удовольствием. Несмотря на возраст, продлить счастливые годы можно всегда. В этом и есть главный смысл праздника. Нужно жить полной жизнью. И этот пример подают представители старшего поколения. Ну, хочу ещё для своих стариков, для женщин своих спеть тоже одну частушечку. А говорят, что я старуха, только мне не верится. Ну, какая же я старуха, во мне всё шевелится. За плечами у людей старшего поколения большая жизнь с её радостями и трудностями, удачами и потерями. Именно они учат хранить веру в свои силы, ценить порядочность и справедливость, надеяться на лучшее будущее. Они по праву достойны самых искренних слов благодарности. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».